здравствуйте друзья добрый вечер уже почти 11 часов вечера вот без там 7 минут я двигаюсь с работы и сегодня был такой большой съемочный день во-первых приходил татьяна богданова и мы с ней так я даже знаете не ожидал время так пролетело быстро только сели а мы там почти час двадцать с ней отвечали на вопрос ну в смысле татьяна отвечала и так развлекал на вопросы наших зрителей и надо сказать что вопросы прекрасные были я был очень доволен я не успел заранее прочесть и обычно я перед интервью собираю там все до кучи сортирую и так далее здесь так не получилось потому что просто не было времени поэтому вот значит татьяна пришла я открыл значит там этот вот комментарии видео открыл там комментарии и так вот прям подряд и шел хронологически по мере поступления теперь это тоже так это такая съемка была и почему-то это видео гнусная я его три раза монтировал то есть точнее монтировал я один раз но какие-то проблемы возникали и файл не получался сначала просто подвисло пришлось перестартовать потом файл получился но не хотел запускаться какой-то брачок в нем был в общем с третьей попытки мы перезапустил я компьютер и тогда еще все-таки получил вот это как бы одна съемочная часть и вообще час двадцать для нас довольно много это не то чтобы так такие продолжительные сюжеты снимали часто но самая такая съемочная часть была вечером потому что в семь часов начала началось первое занятие по веб драйверу селениум веб драйвер и или это наша звезда такая звездочка она уже несколько лет ведет этот предмет и я ее попросил не не начинать как обычно там с простенького есть такой селениум айди который пугает людей ну тоже не пугает но говорят слишком просто значит человек ничего не знает если он пишет такое в резюме то есть много людей которые ничего не знают пишут айди поэтому она так как-то не украшает резюме я бы давай сразу начнем с украшений вот так по серьезного жжа и вот будет нас там веб-драйвер с первого дня пусть по серьезному я же на самом деле сам то тоже недавно такой курс делал ну как мог да то есть я при этом разбирался параллельно там совсем на свете из джавы и с эклипсом там мы всякими там джей юнитами но как мог вот а тут все-таки мастер большой и она вела сегодня почти 4 часа ну там с перерывами мы наладили систему и панель управления системой ну софтверная конечно не не то что у нас пульт какой-то вот это софтверная панелька она у меня была на экране моего компьютера в офисе соответственно в наушничке я слушал звук контролировал параллельно сергей наш админ устроил у него есть канал свой на ю тубе он туда приватно писал стрим вот так же как мы трансляции пишем да с вами вот так же он прямо вот с этой камеры писал стрим к себе в канал посмотрим там как как получается что нам интересно как стримиться с этой камерой как она вообще вот ну и я сидел можно сказать как оператор за этим пультом работает это контрол пена вот это вот таким образом что там с одной стороны вы можете крутить вертеть во все стороны на вверх вниз и влево вправо можете делать зум-ин зум-аут то есть доводить поближе подальше с одной стороны с другой стороны а с другой стороны там есть фиксированные позиции которые вы можете себе закодировать они так по номерам этот 1 2 там 3 4 3 позиции сергей сделал ну там есть нулевая когда просто мы видим всю стену там значит экраны двери две доски по бокам это нулевая первая позиция это там одна доска вторая позиция другая доска третья позиция экран и на сказать что сегодня писанины практически не было и в основном то мы смотрели на экран но иногда по когда при преподаватель садится там за столик за свой и там что-то делает а в это время на экране там видно вот я сделал себе четвертую позицию когда преподаватель сидит у себя в углу я так во время этой трансляции так потихонечку туда подогнал сохранил у меня появилась такая позиция преподаватель в углу там у себя на компьютере что-то делает хорошая такая позиция живо оживляет и в общем в зависимости от того что там происходило я так вот чем перебрасывал с одной на другую и прям почувствовал себя таким студийным оператором но немножко немножко нет мы не выпендриваемся так по чуть-чуть довольно прикольно знаете это очень интересно и я подумал что у нашего вот этой вот аудитории где все это происходит большие перспективы в этом смысле там надо конечно свету дать побольше потому что действительно запись идет в такой полутемной комнате потому что если света много дать то заслепится то что засветится то что на экране от проектора если света мало дать ну соответственно вот такое серенькое там бесцветненькая в общем так вот но в принципе если мы там сядем какую-то там дискуссию диалог какой-то там или что-то совершенно замечательно можно снимать хотя конечно можно снимать и на обычную камеру тоже но тут конечно если есть оператор который переводит там с одного на другого там какие-то точки и так далее можно конечно очень здорово там можно поближе можно подальше то есть можно очень много интересных положений так оно будет скакать с одного на другое очень-очень интересно ну вот так я подумал что надо будет придумать там какие-нибудь записи на месте и так далее там наши блогеры сидели в классе из сан-диего как-то и такое было состояние приподнято я не знаю здорово ли понятно было но в таком случае я с большим интересом слушал как или это все излагала потому что она круто очень взяла так и я думаю нифига себе то есть я бы побоялся вот так прямо вот с такого жах но но ничего в общем ничего у них будет две недели между сегодня и следующим уроком что следующий недель или будет комментировки она не сможет провести урок так что у них есть две недели на то чтобы по 10 раз прослушать эту запись я надеюсь мы ее ну если не завтра то там в ближайшие дни сварганин и будет запись хорошая вот такая такая история я даже думаю что может быть я не знаю может быть какой-то кусок сделать публичным но что-то мне так не показалось что там что-то такое вот есть яркое для широкой публики все-таки достаточно специализированная вещь обращение идет к подготовленный там историческим ходом событий аудитории и так далее я не очень уверен что это может вызвать какой-то интерес со стороны ну посмотрим когда монтаж будет происходить может быть там что-нибудь такое будет на 5 минут на 10 минут обычно мы такие вещи вывешиваем не на канале на нашем вот где мы с вами сейчас а вывешиваем на нашем англоязычном канале у нас есть канал называется партнов school просто одним словом он англоязычный мы там обычно уроки там какие-то кусочки вебинары гости иногда приходят мы вот туда вывешиваем мы договорились с одним человеком который в течение пары недель обещал подготовить на несколько часов занятия по то что называется по-русски это можно сказать но называется continuous integration вот он значит хочет то есть я его попросил он согласился сделать такое занятие потому что это очень важный элемент которого не хватает на самом деле зачастую вот и мы сделаем из этого видео в основном конечно мы мы не делаем из этого какой-то такой благотворительности в основном это для внутреннего употребления но какие-то кусочки я надеюсь что тоже удастся потому что мне хочется что-то показать тоже там и какие-то есть вещи занятные которые я думаю многим с удовольствием посмотрели без того чтобы нарушать как бы там ну какие какие-то вещи которые не хочется нарушать нас так скажем вот наверное и все то есть я ну не четыре часа первый час сергей там на этой штуке сидел вот а второй час пусть я здесь 2 час 2 3 4 час там вот это уже был я и у меня еще с шести до семи был урок в онлайн классе новая группа началась там их 260 человек мама родная но обычно треть куда-то девается смысле решает после трех уроков что продолжать не будет но в общем все-таки 260 чек это довольно много и тоже я так как-то но это труд в общем даже когда у тебя и вдохновение и когда ты в общем в ударе и так далее так далее но один такой час это вот даже я не знаю как целый день отработать иногда по количеству там калорий киды которые ты потратил и там и так далее это же я из этого сделал естественно там запись и эту запись повесил но но это все очень узкая очень внутреннего такого использования то есть у нас довольно много всякого пишется вот так для узкой аудитории вот такая вот такая у меня сегодня съемочная эпопея вот все доезжают о том я хоть поговорить знаете так сидишь сидишь там в операторах поговорить не с кем я там заходил в класс цикл там кто болтал там где-то там сзади болтают от доски отражается и на микрофон туда наверх эти а микрофон направленный вроде бы он так на на доску туда но их шапоток там от доски так отдает вообще не кошмар конечно если там студийная была обстановка там бы обили тканью какой-нибудь там не отражающие и так далее но мы чё же у нас такого такого у нас нету я я даже надеюсь что и не будет тоже это было бы уже чересчур все-таки мы они не в таком бизнесе вот друзья такая история и я с вами отболтался и вроде как это разрядка произошла вот да и другой человек например выпил бы чем а я нет вот я просто с вами поболтал и уже совсем другое дело счастливо и до скорых встреч а завтра вот в это самое время я буду уже в нашей ежедневной то ежедневной еженедельной трансляции в прямом эфире так что вот до встречи на канале до встречи в прямом эфире счастливо